Как создавались масштабные древние цивилизации? Они подняли планку в строительстве до небывалых высот. Исключительные инженерные способности, которые впечатляют. Вопреки известным законам физики, смело мечтая о большем, они построили чудеса света, гигантские пирамиды, величественные храмы и могучие крепости с помощью простых инструментов. Невозможно представить, какие навыки понадобились, чтобы создать подобное. Теперь можно раскрыть секреты первых инженеров. Им удалось построить здания, которые пережили время и выстояли. И узнать, как гении прошлого заложили основы всего, что мы строим сегодня. Человечество одержимо новейшими достижениями в области строительства. Нам нужны новые рекорды только для того, чтобы их побивать. Люди всегда стремились к развитию, а инженеры стремятся покорять новые высоты. Каждые 10 лет появляются новые конструкции. И чем больше, тем лучше. Но хотя каждые несколько лет у высотных зданий появляются соперники, одна древняя цивилизация построила то, что безраздельно властвовало почти 4 тысячелетия. И было это в Древнем Египте. Что касается строительства больших сооружений, я думаю, у египтян соперников не было. Египтяне возвели монументальное строительство в абсолют. Легендарное сооружение Египта стало самым высоким в мире. Это звание оно хранило более 3,5 тысяч лет. Великая пирамида Хеопса. Самая высокая из существующих. Последнее из семи чудес света дошло до нас. Она еще в древности была необычной. И до сих пор остается символом Египта и древних египтян. В то время, когда большинство зданий были одноэтажными, египтяне создали нечто невообразимое. Пирамида высотой более 145 метров была самым высоким сооружением до 14 века. Это самая большая древняя постройка из всех. Она все еще стоит. И это легенда. Но великая пирамида – это не только масштаб. Научными основами мы пользуемся до сих пор благодаря этому шедевру математики точных наук. Пирамида с точностью указывает в сторону севера. Размеры пирамиды, а также ее пропорциональность, ровные грани впечатляют. Построена из более двух миллионов блоков. Некоторые из блоков весят до двух с половиной тонн. И складываются вместе, как пазл. Это было построено с невероятным знанием дела. Триумф вопреки невозможному. Считается, что пирамиду строили всего 20 лет. Результат человеческой изобретательности. Пирамида выстроена настолько тщательно, что кажется неуязвимой для времени. Ее структура крепкая, опирается на прочный фундамент, что говорит о долгосрочном плане. Великая пирамида – это шедевр инженерной мысли. Но памятник культуры до сих пор окутан тайной. На протяжении веков он оставался великой загадкой для инженеров. Поразительно, насколько сложные инженерные технологии, далекие от современных, там применялись. Строительство сооружения подобного масштаба из имеющихся материалов – это поистине инженерный подвиг. Что побудило египтян воздвигнуть столь долговечные памятники? Существует множество теорий относительно того, почему пирамиды были построены. Неужели это и правда огромные гробницы с захоронениями внутри? Или они выполняли другую функцию? Даже для последующих поколений древних египтян пирамиды оставались некой загадкой. Чтобы разгадать ее, нужно вернуться назад к первым пирамидам. Более пяти тысяч лет назад зародилась египетская цивилизация на берегу одной из самых длинных рек мира – Нил. Для египтян Нил был основой культуры. Без Нила Египта не было бы. Ежегодные наводнения приносили воды на прибрежные земли, делая их плодородными. Нил помог поддержать великую цивилизацию, запасать зерно, расти и развиваться, а также изобретать. Такая жизнь была большим благословением, и Египет стал землей изобилия. Но во время засухи наступил период голода. Если Нил не разливался, наступал голод. Если Нил вызывал наводнение, то смывало целые деревни. Жизнь была нестабильной, и люди стали одержимы смертью и загробной жизнью. А чтобы защитить тела умерших, египтяне разработали метод искусственного сохранения тел. Мумификацию. Мумификация позволяла создать постоянный физический дом для души, которая могла жить вечно, а затем возвращаться в свое тело. Тело умершего мыли и очищали. Удаляли все органы, кроме сердца. Затем высушивали с помощью соли и оборачивали. А затем хоронили. Некоторые тела заворачивали в ткани и бросали в пустыне. Пески пустыни были хороши для простых египтян. Но их правителям требовалось более безопасное место. Древние египетского царя почитали как Бога при жизни и естественно, после смерти. Рабочие с помощью простых орудий труда выкапывали огромные подземные камеры для царей. Защитные гробницы для путешествия в загробную жизнь. Мумификация продолжалась тысячи лет. Но с тех пор человечество изобрело другие методы сохранения тела после смерти. В том числе, одно нововведение. Трупы сотен людей по всему миру замораживают в криогенных камерах. Их останки сохраняют в надежде, что они воскреснут в будущем. Люди надеются, что когда они вернутся к жизни, медицина к тому времени достигнет таких успехов, что сможет лечить смертельные болезни. Через несколько минут после смерти антифриз вводят вместо крови, чтобы предотвратить образование вредных кристаллов льда. После остывания тела до минус 196 градусов. Его опускают в емкость с жидким азотом. И там оно готовится к загробной жизни. Но более четырех тысяч лет назад древние египтяне верили в царя. И были уверены, что усилия по сохранению царского тела будут вознаграждены. Каждую царскую мумию нужно было похоронить в безопасном месте. Это означало процветание для Египта, потому что считалось, что каждый фараон обладал божественной силой. Создав безопасный саркофаг для фараона, люди верили, что обеспечивают выживание цивилизации. Так королевские могилы стали уникальными памятниками. Грязевой кирпич был самым распространенным строительным материалом в Египте, сделанным из ила с берегов реки. Но вера в загробную жизнь была не единственной мотивацией. Каждый последующий правитель хотел иметь памятник грандиознее предыдущего. Царские гробницы стали признаком статуса. Затем, в 27 веке до нашей эры, одному инженерному гению пришла в голову диковинная идея, способная изменить мир. Поменять принцип строительства гробниц. Фараон Джоссер приказал архитектору Имхотепу украсить свою простую гробницу Мастаба. Налицо большой отрыв по сравнению с предыдущим типом гробниц, и переворот совершил Имхотеп. Теперь в Египте все изменилось навсегда. Имхотеп хотел почтить память своего фараона и вывел инженерию на новый уровень. Буквально. Шесть разных слоев Мастабы он хотел уложить друг на друга. Но новый дизайн требовал огромного расхода материалов. Решение требовало перемен. Перемены заключались в том, что пирамида Джоссера была построена из известняка, а не из сырца. Каменное строительство произвело революцию в Египте. Архитектор Имхотеп также изменил дизайн. Вместо прямоугольной формы Мастаба стала квадратной, что обеспечивало большую устойчивость. Имхотеп спроектировал первую пирамиду в Египте. Это оказалось масштабным мероприятием. Строить из камня непросто, недешево и долго. Это непростой материал. В течение 20 лет правления Джоссера его строители собрали 6 каменных слоев пирамиды. Колоссальное сооружение, чего никогда в Египте не было. Пирамида Джоссера – первое в мире монументальное сооружение из камня. Этот шедевр инженерной мысли укрепил статус фараона как живого бога. Новую пирамиду высотой 60 метров назвали ступенчатой. Можно вообразить, какое влияние первая пирамида должна была оказать на население Египта. Вся конструкция была спроектирована так, чтобы ее было видно из долины. Имхотеп – это первый в мире инженер и архитектор, чье имя стало известно всем. Он создал уникальный небоскреб. Но почему для гробницы Джоссера была выбрана ступенчатая пирамида? Некоторые считают, что стороны пирамиды похожи на небесную лестницу, ведущую душу фараона на небо. Или у имхотепа была более практичная причина. Песчинки, падающие вниз в песочных часах, естественным образом образуют форму пирамиды. Дело в том, что пирамида – наиболее устойчивая структура, что означает прочность конструкции. Форма пирамиды придает ей устойчивость с широким основанием и сужающимся верхом. Центр тяжести расположен низко. Такую конструкцию можно наращивать сколько угодно, потому что основание будет поддерживать ее настолько, насколько вы захотите. Устойчивая форма объясняет, почему пирамиды Египта до сих пор стоят и выдерживают погодные условия и эрозию. Ступенчатая пирамида Джосера запустила гонку вооружений, которая будет длиться веками. После Джосера пирамида стала символом сооружения, в котором принято хоронить царей. Это действительно символ могущества Египетской империи того времени. Сегодня мы делаем то же самое. Строим все выше и выше. Но, как и все в современном мире, большие здания требуют быстроты возведения. В Нью-Йорке продолжают развиваться чудеса инженерной мысли. Высококлассные небоскребы, которые достигают более 300 метров в высоту. С каждым годом они растут, достигая все новых, небывалых высот. А благодаря современным технологиям, любое здание можно построить за несколько лет. В древнем Египте строительство пирамид не могло идти так быстро. Но вызов все же был. И не только перед лицом смерти фараона, но и в покорении большей высоты. Люди хотели превзойти то, что сделано предшественником. Это более высокий статус, уровень способностей. Вывод строительства пирамид на новый уровень потребовал от инженеров новых навыков. Преемники Джосера, должно быть, с трудом могли его превзойти. У большинства фараонов правление было коротким, а за два-три года мало чего можно добиться. В течение следующих десятилетий ни одна пирамида не повторила прежний успех. Пока один фараон не изменил древнюю инженерию навсегда. Во времена правления четвертой династии Древнего Египта царь Снофру был полон решимости построить пирамиду. Но памятнику честолюбивого фараона было суждено потерпеть катастрофу. Снофру начал строительство пирамиды в Медуме. Ступенчатая пирамида похожа на оригинал, но значительно выше. Но на полпути строительство загадочно приостановилось. Видимо, царь хотел сгладить грани, чтобы создать настоящую пирамиду. Он попросил рабочих залить ступени известняком, а затем нанести снаружи гладкую облицовку. Это было революционной идеей, но она не воплотилась. Современные раскопки показали, что внешний слой известняка был на песке, а не на твердой почве. Это оказало огромное давление на основание четырех опорных стен. Пришлось отказаться. К сожалению, во время строительства эти буртики начали осыпаться. Словно предчувствуя поражение, царь уже начал строительство следующей пирамиды. Это было гораздо более крупное сооружение, и строительство было сопряжено с рядом проблем. Но по мере того, как его новая пирамида росла ввысь, Снофру снова ждала катастрофа. И строительство закончилось. Они испугались, что для завершения строительства понадобится слишком много камня, поскольку высота была слишком большой. Без кардинального изменения пирамиду невозможно было построить. Чтобы не разочаровать своего фараона, инженеры Снофру изменили угол наклона верхней части с первоначальных 54 градусов на пологии 43. Новая модификация могла уменьшить объем и вес верхней половины. Решение было удачным, но пришлось заплатить. Пытаясь решить проблему, инженеры создали пирамиду, как мы видим, причудливой формы. Она вошла в историю, как изогнутая пирамида. Изменения в последнюю минуту до сих пор обычное явление. Большинство из них незначительны, хотя есть исключения. В 71-м году башня Джона Хэнка Ковбостоне находилась на стадии строительства, но произошла неожиданность. На улицах лежали разбитые стекла. К ужасу инженера из здания выпали светоотражающие окна. Произошел сильный сдвиг, поэтому из-за давления окна разбивались и буквальным образом вылетали из здания. Более 10 тысяч стекол пришлось заменить термообработанными панелями. Это обожженное в печи стекло значительной прочности. Обеспечивает большую устойчивость к термическим и механическим нагрузкам. Но замена старых окон была долгой и затратной. Это одна из проблем всех выдающихся зданий. В ходе строительства они на виду у всех, и любые ошибки становятся достоянием общественности и неприятны. Перед установкой новых панелей пустые рамы закрыли листами фанеры. Башня получила прозвище «Фанерный дворец». Подобные ошибки трудно игнорировать. Несмотря на то, что высота пирамиды была более 100 метров, Снофру считал изогнутую пирамиду провалом. Но фараон и его инженеры извлекли уроки из ошибок и предприняли третью попытку. Теперь они знали, что высококачественные блоки известняка укрепят фундамент пирамиды. А более широкое основание с меньшим углом наклона повысит устойчивость. Верхняя часть пирамиды отклоняется на 43 градуса. Это покатая пирамида. После 10 лет попыток Снофру, наконец, добился идеальной формы пирамиды. Инженерный гений победил, несмотря ни на что. Первый успех окрестили... ...розовой пирамидой. Думаю, ее можно назвать идеальной. Она больше всего соответствует стандартам. Гладкая и симметричная форма признана во всем мире. А памятник Снофру высотой 104 метра оказался непростой задачей. Но на этом строительство пирамид в Египте не закончилось. Сын Снофру Хеопс, в свою очередь, мечтал о невероятном. Он хотел стать одним из величайших правителей Египта. В 26 веке до нашей эры одним из первых его повелений было открытие собственной гробницы. Это была новая пирамида другого масштаба. Он хотел построить больше и лучше, чем отец. Ему предстояло превзойти достижения предыдущего фараона. Возможно ли это? Предположительно, площадь пирамиды Хеопса была более пяти гектаров и требовала более двух миллионов блоков для постройки. По весу это было 6,5 миллионов тонн, что в 17 раз превышает вес Empire State Building. Точность формы и размеров имела значение для архитекторов Хеопса. Незначительная ошибка в фундаменте привела бы к полной катастрофе на вершине. Поэтому критически важно было точно размещать каждый блок в пирамиде. На создание такого шедевра были брошены силы десятков тысяч рабочих. Пирамида Хеопса была построена квалифицированными строителями. Их мастерство ценилось высоко, в отличие от разовой рабской силы. Возможно, они работали добровольно, но грандиозная работа ждала впереди. Чтобы построить подобные пирамиды, нужно организовать доставку огромного количества материала, заняться производством блоков. Распил камней был для рабочих подвигом Геракла, ведь они орудовали только медными долотами и молотками. Исключительно физический труд. Люди теряли колоссальное число сил и энергии. Предположительно, на строительстве пирамиды трудилось около 20 тысяч работников. Шел расход огромного количества сырья. Со времени правления Хеопса спрос на ресурсы рос в геометрической прогрессии. Разработка карьеров велась в промышленных масштабах, пытаясь достичь куда больших глубин, чем можно было представить. Современные карьеры и шахты развиты намного лучше, чем те, что были в древности. Четыре километра в ширину и чуть больше километра в глубину. Бингем-каньон на юго-западе от Солт-Лейк-Сити считается самой большой шахтой. К тому же, одной из самых продуктивных. По данным 2018-го, в Бингем-каньоне было добыто 19 миллионов тонн меди. Больше, чем на другой шахте. Техника, которую там используют, честно говоря, внушает трепет. Роторные экскаваторы способны перемещать сотни тысяч кубометров ежедневно. Это более 20 тысяч груженных доверху самосвалов. Мы испытываем почтение перед египтянами за их пирамиды. Если бы они увидели наши шахты, они бы выразили почтение нам. В Древнем Египте добыча велась намного медленнее. После извлечения породы стояла главная задача. Перенести ее на стройплощадку. Недавнее открытие показало, как это происходило. В 2013-м группа археологов наткнулась на нечто примечательное в сотнях километров от пирамиды Хеопса. Десятки фрагментов папируса с подписями времен правления Хеопса. Им 4,5 тысяч лет. Это, по сути, бортовой журнал. Речь там идет о мастере по имени Мерер. Он управлял кораблем, перевозившим блоки из одной части Египта до Гизы, где и строились пирамиды. Мерер вел путевой дневник по транспортировке камня из известняковых карьеров в Туре в Гизу. Переправкой блоков по Нилу было доставлено довольно много камня на место строительства пирамиды. И все благодаря виду транспорта, от которого по-прежнему зависит мир. Грузовые суда ежегодно перевозят миллиарды тонн грузов по всему миру. И это число неуклонно растет. Контейнерные перевозки стали привычным делом и оказали влияние на перемещение товаров. Контейнеровозы в длину 400 метров. И они способны перевезти более 100 тысяч тонн за один рейс. Благодаря навыкам судоходства древние египтяне совершали регулярные поставки блоков на место стройки. Но трудности ждали их впереди. Каким образом поднять перевезенные блоки на пирамиду и установить их на саму пирамиду? Недавняя идея может объяснить эту древнюю загадку. Скорее всего, использовались пандусы. Скорее всего, инженеры использовали большой одиночный пандус. Древние знали, что все дело в точном угле наклона. Известно, что чем круче угол наклона, тем намного труднее поднять большой каменный блок в гору. Более пологий угол наклона увеличивал подъем блока во времени. Высота пирамиды достигала нескольких километров. Получается, что на установку пандуса требовалось больше времени, чем на строительство пирамиды. Версии того, как именно египтяне строили свои пирамиды, выдвигаются по-прежнему. Пирамиды настолько необычны, что людям трудно поверить, что они были построены так много лет назад. Их совершенство дало пищу для безумных предположений. Кто-то видит в пирамидах нечто большее. Глядя на пирамиды, многие считают, что люди не могли это соорудить без какой-то силы извне. Помогали ли пришельцы древней цивилизации? Это не может быть правдой. Аргументы слишком иллюзорны и не содержат логического объяснения. Мне обидно за древних египтян из-за того, что их способности ставятся под сомнение. Разумеется, это египтяне построили пирамиды. Возможно, доказательств, подтверждающих факт строительства, не так много. Но нет сомнений в том, что эти гробницы были построены египетскими мастерами. Без посторонней помощи. Ну, или точно не пришельцев. Инженерное искусство египтян проявилось не только во внешнем облике пирамид. Великая пирамида – не сплошная конструкция. Внутри есть помещения и проходы. Величественная гробница фараона. Спокоены прямо в центре пирамиды. Сегодня сохранился только гигантский гранитный саркофаг Хеопса. Вместе с двумя проходами на севере и юге. Изначально считалось, что это вентиляционные шахты для усыпальницы, но это маловероятно. В 64-м году астрономы совершили открытие. Один проход точно совпадает с поясом Ориона, а другой – с полярной звездой, которые словно возникли в небе над Древним Египтом. Оба колодца расположены под одним углом. И длина каждого – более 40 метров. Они сделаны для того, чтобы из усыпальницы можно было посмотреть на звезды. Инженерный феномен. Обустройство бытия фараона после смерти. Фараон хотел, чтобы после смерти его душа вышла из мумифицированного тела и вознеслась не только к богам, но и присоединилась к звездам в ночном небе. Прямой запуск в загробную жизнь. Но фараон улетал на небеса не с пустыми руками. Правителей хоронили с их самым ценным имуществом, чтобы оно сопровождало их после смерти. В их гробницы помещали золотые, серебряные и бронзовые предметы, а тайные покои были украшены произведениями искусства. Они могли унести с собой в потусторонний мир все, что делало их счастливыми при жизни. Но дело не только в драгоценностях или золоте. Величайшим сокровищем Египта была мумия фараона-бога, которую нужно защищать любой ценой. Невероятно, но усыпальница похожа на хранилище банка. Считается, что египетские инженеры использовали трехмерную модель гробницы – технику строительства современности. Если бы кто-то захотел построить пирамиду сегодня, то для начала спроектировал бы ее в цифровом виде, чтобы понять, на что будет похожее пространство. В 2560 году до н.э. строительство пирамиды было окончательно завершено. Хеопс создал символ абсолютной власти высотой 146 метров над уровнем пустыни. Это – самое большое сооружение за всю историю человечества. Даже аналог трудно себе вообразить. Вооруженные простыми орудиями труда и инженерными навыками, египтяне создали чудо-конструкцию. Поразительно, что почти 4000 лет пирамида Хеопса считалась самым высоким сооружением. Вечное свидетельство могущества империи. Свидетельство богатства, силы, власти и того, насколько важным был человек при жизни. Первоначально пирамида была покрыта гладким слоем известняка, отчего сияла и переливалась на Солнце еще ярче. Последнее из оставшихся семи чудес света древности. Это одно из наиболее изученных сооружений. Но узнать еще предстоит многое. Во многом мы коснулись поверхности. И чем быстрее развиваются технологии, тем больше мы узнаем о Древнем Египте. Зачастую открытие вызывает больше вопросов, чем ответов. В 2017-м ученые обнаружили ранее неизвестную полость. В частности, с помощью тепловизора удалось установить пространство протяженностью около 30 метров, ведущее в гробницу фараона. Людей этого одушевило, и предполагается, что в пирамиде есть еще одна усыпальница с телом или предметами. Но истинное назначение остается загадкой. Несмотря на старания археологов, пирамида Хеопса продолжает хранить свои секреты. Но это лишь одна из пирамид, которые еще предстоит изучить. Древние египтяне построили более 80 пирамид по всей стране. Но ни одна не превзошла по величине пирамиду Хеопса. С веками масштабы и точность строительства снижались. Больше таких пирамид не строили. А иногда такие конструкции не выдерживают испытания временем. Почему увлечение строительством пирамид сошло на нет? Бедой для египтян стали расхитители. Эти люди прекрасно знали, что было спрятано. Нетрудно догадаться, что там было золото. Других вариантов быть не могло. Это очевидно. В итоге фараоны были вынуждены изменить подход к захоронениям. Через тысячу лет после строительства пирамиды Хеопса фараоны нового царства основали тайное захоронение на западном берегу Нила в долине фараонов. Здесь было высечено более 60 гробниц. В долине фараонов есть захоронения, высеченные прямо в скале, включая самое известное египетское захоронение. Гробницу молодого Тутанхамона Поскольку правителей Древнего Египта хоронили вдали от посторонних глаз, про пирамиды вскоре забыли. Но в другом месте их история только начиналась. В восьмом веке до нашей эры одно из соседних с Египтом государств тоже увлеклось строительством пирамид. Мало кто знает, но на южной границе древней Нубии в современном Судане пирамид вдвое больше. Но пирамиды Судана были совсем другими. Их склоны строились намного круче, чем египетские. И, как правило, они значительно меньше. Для туристов эти сооружения – потрясающие достопримечательности. Последние пирамиды Древней Африки. Но на другом краю света были другие империи. С 1200 года до нашей эры в Америке возникли развитые общества. Тогда процветали цивилизации альмеков, майя и ацтеков. Их развитие шло вплоть до 16 века. Всех их объединяли пирамиды. Эти цивилизации с поразительной скоростью начали строить сооружения до небес. На тщательно спроектированных площадках они заложили основы огромных древних городов. Считается, что они служат домом для богов и гробницами для царей. Но правда ли это? Что скрывается в кровавом прошлом этих мощных сооружений? Когда-то самый населённый город в Америке Теотиуакан раскинулся на территории больше Рима. Теотиуакан был крупным городом, на вершине которого проживало около 100 тысяч жителей. Самый большой город в западном полушарии. Но мало что известно о народе, который там жил. Теотиуакан Большой город. Он был таким примерно до 600 года, а затем дела пошли на убыль. Город был заброшен. И до сих пор непонятно, почему в одночасье исчезли народ и культура. Существует несколько признаков разрушения. Памятники обрушились, город был выжжен. Теперь всё, что осталось от некогда величественного города, пирамиды и руины. По ним можно понять, как жил народ Теотиуакана. Но были и шокирующие открытия. Под одним из крупнейших сооружений города, известным как Пирамида Луны, археологи обнаружили жуткую находку. Подземные пещеры, заполненные останками животных и людей, включая черепа. В ритуалах храмов зачастую использовали людей, которых приносили в жертву, убивали. Некоторые из них были военно-пленными. Перед смертью им связывали руки. В попытке у милости ведь богов регулярно совершались подношения, в том числе человеческие жертвы. Некоторые считали, что это предотвратит апокалипсис. Несмотря на кровавую историю, эти памятники являются чудесами света. Спустя века они все еще стоят, хотя их создателей нет. Пирамиды – одни из самых устойчивых образов древнего мира. Даже сегодня они широко используются в архитектуре. Эта форма до сих пор завораживает архитекторов. Их совершенство, симметрия, связь с историей. Сейчас мы видим элементы пирамид в зданиях по всему миру. Пирамида Луксора в Лас-Вегасе создана по образцу пирамиды Хеопса. Рядом свой сфинкс и обелиск. А в Париже стеклянная пирамида перед музеем Лувра – одна из самых известных достопримечательностей. Пирамид нам по-прежнему не хватает. Я думаю, в симметрии есть что-то привлекательное. Пирамиды – часть глобальной культуры. Даже на долларовой банкноте дань египетскому происхождению в обновленной форме. Возникнув около пяти тысяч лет назад, пирамиды произвели революцию в строительстве древнего мира. На них уходило небывалое количество ресурсов и труда. А от инженеров требовалось невиданное ранее ноу-хау. Сегодня они продолжают вдохновлять. Похоже, эти культовые сооружения вряд ли исчезнут. Пирамиды – совершенный дизайн, который пережил тысячелетия. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok